Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Фирменный борщ от Уралочки и картофельная запеканка. Вот, ребят, кто бы сомневался, ну что она еще может показать? То, чем зависимо. Еду, конечно же. Бесконечная готовка, бесконечное поедание. Роллы смолотили, пиццу смолотили, срочным образом готовить. Но в начале распаковка. Опять подоспела халява. Василек. Огроменный мешок с тряпками. Значит, распаковывает, показывает, что она там накупила. Опять там какой-то костюм для обдугани, футболка для обдугани, сафару куча футболок, постельное белье для обдугани. Ну и показывает там, короче, еще ткань. Футер двух нитка. И говорит, что якобы у сафара, у брата, жена, говорит, шьет. И вот, говорит, что я решила подарить. В общем, это ж такое, говорит, милое дело. Можно пошить или себе костюмчик там, или там деткам, да. Я, говорит, ей помогу скроить и покажу, как это все надо делать. Интересно. Если у сафара, у брата, да, жена шьет, ну так значит, она знает, как правильно шить. Значит, она умеет. Зачем ты ей нужна? Ну, знаете, тут Уралке надо было показать себя, что она великая, величайшая швея-мотористка Ревды. И без нее вообще не справятся. Дальше там, что она заказала? Шторы. Дальше какие-то полотенца. Плюс уже на подарок на Новый год полотенца. И рассказывает, что уже, говорит, через полтора месяца Новый год. Уралочка у нас либо не знает, сколько месяцев в году и запуталась, да, либо просто будем считать, что она ошиблась. Ну, либо ей очень-очень хочется, чтобы побыстрее Новый год наступил. Ну, и еще заказала кучу наволочек для подушечек. Вот этих маленьких подушечек, которые плотненько под спину обдугани укладывали на мукбанке, а потом эти же подушки Сафар готов был швырять от злости. Ну, и дальше уже, значит, готовка. Уралочка стоит на кухне, стоит с этой толкушкой, долбит эту картошку в кастрюльке-сковородке и рассказывает, что будет готовить запеканку в сковородке, которую ей подарил Сафар, когда они задруживали, да. То есть, когда начинали встречаться. И даже я, ребят, сразу же увидела комментарии, которые написали, что когда задруживают, да, то дарят цветы, конфеты, приглашают в кино, а Сафар сразу указал подарком Оле на ее место. Да, твоя женщина, место на кухне. Знаете, он, видимо, когда увидел Уралочку, тут же понял для себя, что эта женщина не любительница особо конфет и цветов. Эта женщина-любительница плотненько-плотненько и много поесть. Поэтому он сразу без раздумья решил купить сковороду. И заодно это как намек, чтобы его кормила, да, и не забывала. Да, короче, трындец, ребят. Я вот не встречала еще, чтобы мужчина-женщине дарил сковородку во время свиданий, да, как только начинают встречаться, чтобы дарили сковородки. Ну, это как-то, знаете, со стороны это и правда выглядит как-то, как будто в женщине обжоре сковородку. Ну, или сразу такой тонкий намек, что я приду к тебе жить. Ну, я не знаю, но сковородка... Ну, короче, ребят, здесь, видимо, для Уралки и имела ценность. Та сковородка ей, наверное, просто не было в чем жарить. Но Уралка вспоминала и раньше эту сковородку, что ей подарил Сафар. Ну, вы знаете, он-то ее и не балует цветами, даже для показухи не балует. Вообще, мужчины женщинам без повода дарят цветы. Ну, в принципе, возможно, не все мужчины. Мужчины разные есть. Ну, и, соответственно, женщины тоже разные, да. Некоторые не любят цветы, а некоторые любят. И поэтому тут, как мне кажется, воспитание Сафара не позволяет, да, просто так делать женщине подарки, либо дарить цветы. И, кстати, чё это как-то про золото Сафар забыл? Он же сказал, что каждый месяц будет одаривать любимую драгоценностями. А тут только сережки купил и, видать, забыл. И дальше, в общем, Уралочка рассказывает, что такие едоки, такие едоки, что пришлось полкастрюли якобы супа вынести собачке. Что-то там много собачек развелось у Уралочки под подъездом, что она все подкармливает, кастрюлями выносит еду. Хоть бы раз показала эту собачку, которую она все кормит и кормит. Это, наверное, как с кошечкой, которая родила котенка и которая ворвалась в квартиру Уралочки, и Уралочка там спасала кошку с котенком. Вот любительница она пофантазировать. И что интересно, Уралочка поела супа, варила якобы Сафару, и обдугани поел, и всё. А Сафар почему не ел? Интересно, почему не ел Сафар суп? Видимо, в последнее время Уралочка стала вообще никудышне готовить. И Сафар не только есть не хочет, а даже пробовать. А дальше, как всегда, надо спороть какую-нибудь ерунду. Значит, говорит, ты не солишь картошку, то есть нормально. И Уралка тут взвыла, Салейман. Она даже понятия не имеет по ходу, кто такой Сулейман. А для неё что Салейман, что Сулейман, одно и то же. Наверное, мужики, которые любят солёное, для неё как раз-таки это и означает. Ну и дальше, ребят, как всегда, отмазки. Говорит, вот якобы, что мы всегда много готовим, мы же готовим не на один день. Ну это как обычно, Уралочка-любительница. То мужики голодные, то готовим на неделю. Хотя, слушайте, противень с пиццей и тазик сосисок в тесте. Интересно, куда улетучились? Собачка съела или Уралочка всё подмела в себя? Вот знаете, так надоедает вот это вот всё слушать, когда Уралочка говорит, что готовим на целую неделю, что якобы они там жрут целую неделю. И якобы это нормально. И раньше она тоже готовила 4-х литровую кастрюлю и ели они там с мужем неделю. Ну а потом переобувается и говорит нам, что жареное будем есть, да, жареное, жирное. Назло всем врагам, назло хейтерам. Вот её сразу можно раскусить, насколько фальшивая. Насколько она постоянно прибедняется и хочет показать себя малоешкой, что она вообще-вообще ничего не ест, да. Огурчик с водой, ну или вообще голодает. Вот знаете, плевать, сколько она жрёт. Мы прекрасно знаем, что ест она очень много, но вот достало постоянно это враньё. Постоянные отмазки, что якобы готовят они очень много, только это всё на неделю, а не на один день. Вот сколько можно постоянно отмазываться? Ну, по человеку видно, сколько она ест. И опять воспоминания из детства. Значит, запеканку готовит эта, пережаривает этот фарш с луком и говорит, будет запеканка как из детства. У неё из детства постоянно воспоминания только о жратве. Ребят, ну у меня столько воспоминаний из детства, и близко даже я не вспоминаю никакую еду, потому что есть что вспомнить из детства. А у Ралочки, видимо, и в детстве было одиночество. Ну, её же обзывали, да, толстухой, ведром же она била детей. Получается, не дружила ни с кем, только дома сидела, что-то готовила и ела, готовила и ела, раз у неё воспоминания только о еде. Ну, так получается. Да, она же ещё, помню, и рассказывала, как на улицу выходили с булкой. Она, походу, даже на улицу выходила с едой. Не могла нигде без еды. Ну, в принципе, она же и показывала детские фотографии, какая она была в детстве. А потом нам пытается рассказывать сказки, что у неё полнота совсем-совсем нет еды. Совсем-совсем нет еды. Но только почему-то мама её таскала по психотерапевтам, по кодировкам, чтобы хоть как-то остановить её жор. Ну, так получается. Значит, проблема была в зависимости. Неспроста мама её таскала. Дальше опять Уралку понесло на повторы. Про соль заговорили, что соль и сахар якобы яд. Ну, говорит, это для тех, кто соблюдает строжайшую диету. А мы, говорит, готовим для себя. Правильно, а Уралочке не нужна диета. Она готовит для себя, чтобы ещё больше пухнуть и расти. Да, растущий организм. И опять списывает всё на мужиков. Что Абдугани растущий организм, мужикам надоест, сафар трудится физически на даче. Можно подумать, он на даче там физически трудится изо дня в день. Просто, я не знаю, на износ. И прям ему нужно плотно есть. Интересно, Уралочка когда перестанет расти? Когда Уралкин растущий организм остановится? Ну, растёт он исключительно вширь. Поэтому тут никаких диет не предусмотрено. И соль, и сахар как раз-таки в почёте. Ну, и дальше Уралочка решила поржать с сафарика, что он растёт вширь. Что раскормила и раскармливает его дальше, чтобы от неё не отличался, да? И довольная такая решила его стебануть. А он говорит, нет, килограммы всё те же остались. Уралка, ты часто на себя в зеркало смотришь? А то решила стебануть сафара. А на себя, видимо, давным-давно не заглядывала. Дальше сафарчик отчитался, да. Говорит, как будто мы никуда не ходим, чтобы разгрузиться. Ну, почему? Ходите? Ещё как ходите. Неспроста скупаете партиями свежитель воздуха. Разгружаетесь, ещё как разгружаетесь. После такой жратвы поди не разгрузись. Дальше опять про эту приправу. Посыпала когда фарш. Ароматная, вкусная. Я прям её очень-очень полюбила. Вот что ты, Уралочка, не полюбила? Из съедобного скажи. Такое чувство, если бы она голодала, она, наверное, и приправу бы ложкой ела. Ну, капец просто. У неё, ну, всё, ну, очень-очень вкусно. Ну, прям, ну, очень-очень. Ну, а дальше, как всегда, натиру сыр. Ну, или натру кому как якобы нравится. Ну, и, значит, Дуня запрыгнула на диван на кухне в ожидании кусочка мяса. Дуня ещё сидит в попоне, мясо ей не перепало. Уралочка говорит, завтра пойдём к доктору. Получается, это сегодня у них что? Четверг или среда. Они всё идут, идут и никак не дойдут. Я говорю, скорее всего, клепают видосы один за одним. И всё день одного дня. И Сафар подтвердил, что у Уралочки бардак. Говорит, Дуне якобы надо попону другую, потому что, говорит, это грязное. И якобы, когда швы снимут, надо чистое одеть. А с чего это вдруг попона грязная стала? Не знаю, мои ходили в попонах по 10 дней. Даже по 2 недели ходили, и что-то попоны грязные не были. Ну, это, наверное, как раз-таки и зависит. От чистоты, грязный пол или нет. А если Дуня в таком сраче на кухне валялась, то, понятное дело, там попона превратилась в тряпку. И да, мне писали в комментариях, что для чего Дуне снимать швы, если сейчас новые технологии, причём уже давным-давным-давно, и швы снимать не нужно. Это действительно так, ребят. У меня, сколько вот кошек я стерилизовала в последнее время, да, то никакие швы снимать не нужно было. В попоне, да, нужно было держать, для того, чтобы не разлизывали ранки кошки, потому что они любительницы полизать, где болит, и потом уже, когда начинает заживать и чесаться. Но если клейника дешёвая, да, дешманская, то, возможно, и швы там снимать нужно, так как нитки там обычные, и швы обычные, не рассасывающиеся. Возможно, Дуни как раз-таки и зашивали обычные нитки в целях экономии, потому что, ну, по-другому я не знаю, для чего тогда снимать швы. Ну и дальше Уралочка запела, запела, пюрешка, пюрешка, пюрешка. За кадром ржал Сафар. Понимал, что радуется Уралочка еде. Ничему она в жизни так не радуется. И даже отсутствию Сафара рядом. А когда есть что пожрать, тогда счастье. Счастье для Уралочки самое огромное. Вот серьёзно, она готовит, она едва передвигается по этой кухне. Этот пол скрипит, но она поёт. Поёт, потому что будет и есть то, что набодяжит. И дальше вспомнил про обзорщиков, что сейчас сделают фильм. Конечно, сделаем. Конечно же, сделаем. Фильм-обзор обязательно. Как ты, Сафар, чувствуешь? Прям не можешь, чтобы не вспомнить. И Уралочка вмешалась, что успокойся ты, уже забудь. У нас своя жизнь интересная, своеобразная. Ну да, конечно же, у вас она не то, чтобы своеобразная. Она у вас такая питательная, эта жизнь. Ну такая питательная, такая обжирательная. Ну просто такая разнообразная, такая разнообразная, что каждый день разнообразие в еде. Ну а Сафара колбасит. И про бесов даже вспомнил. Кто-то там бесится у него. Это, Сафар, страшно. Это уже, да, жесть, когда бесы мерещатся. И знаете, хорошо он подметил, когда Уралочка запела Парам-парам, он хорошо подметил, что Уралочка Винни-Пух. И оттого поет она эти песни вслух. Сафар ее, видимо, и закармливает, чтобы она потом в дверной проем не смогла пройти, да, пролезть. И чтобы дома сидела и за ним не таскалась. Вы знаете, когда Уралочка видит еду, ее невозможно ничем расстроить. И как Сафару не хотелось подкрутить и завести с полуоборота Уралочку, чтобы она завелась как раз-таки на оскорбление, ну, у него не получилось. При виде еды Уралочка была очень счастливой и очень веселой. И ее даже, как-то, знаете, не волновало, что Сафар говорил, да, про обзорщиц, которые даже фильм запишут про Уралку Винни-Пуха. И дальше Уралочка продолжала, да, бодяжить запеканку со вкусом из детства. Ну, а я, ребят, наверное, разделю, опять же, обзор на две части, потому что видос практически на час, и понимаю, что мой обзор может затянуться. Поэтому дальше мы обсуждать уже будем во второй части обзора. А вы пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Ну, а я буду заканчивать и прощаться ненадолго с вами. Всех вас обнимаю, мои хорошие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok